Театр Мюзикла Но было невозможно его не сделать ради такой звезды мировой Потому что в нашей стране вообще не было таких больших концертов в памяти Есть там до 15-го года Ну так получилось Я был ее большим поклонником и общался очень много лет, дружил И есть Лично? Нет, не с ней С вот таким конгломератом, ну скажем так, деграммных артистов Которые гораздо более талантливые, чем наши топовые артисты Которых мы видим каждый день на телевизорах То есть вы знаете круг Уитни Хьюстон? Я знаю круг артистов, для которых она как школа, как икона Которые певцы и певицы с дипломами, выпускники ЕСИ, Гнесинки То есть те, которые способны своим голосом донести вот это творчество Передать в собственные вариации Еще много-много-много раз Ну то есть концерт этот не первый был в 15-м году Такой масштабный, конечно, первый Но в 15-м году было еще что-то Да, первый концерт он тоже был в Театре Мюзикл Тогда он находился в ДК Горбунов И это был самый продаваемый проект за всю историю Горбушки Потому что этот концерт был продан практически за два дня Так случилось очень, ну спустя три года После того, как Хьюстон не стало И там тоже было очень много исполнителей Которые у нас в концерте Каждый привнес какую-то свою аудиторию Ну в общем, это все очень во многом совпало И мы, я даже, я дружил тогда с дочкой Уиднефилстом И мы переписывали с ней, она должна была приехать мне в концерт Но буквально за несколько дней до него Она перестала отвечать на скатные бланки И я сначала не понимал, что происходит, а потом в новостях прочитал, что ее тоже не стало Дочь Уиднефилстом? Тоже трагически? Ну, она сначала впала в кому накануне своего совершеннолетия И, ну, я, в общем, не смогла А мы должны были с ней радио как-то определить ее приеду Ну, в общем-то Она была очень заинтересована в этом Нравилась Россия Конечно, это была бы бомба Дочь Уиднефилстом На концерте памяти ее мама Ну, жаль, что такая там талантливая певица ушла Но после нее осталась и музыка Представьте, пожалуйста, ваших двух Вытни Я так понимаю, они будут только петь ее песни Ну, это не все Вытни, которые будут А сколько всего будет Вытни? Там порядка 20 человек И не только Вытни, но еще и в мужском обличье тоже Ну, еще и Глисис и Джорджи Майкла Да-да-да Ну, кстати, ну вот здесь две представительницы, так скажем Алла Ритм, Маргарита Пазаян Неколепные вокалистки с невероятными голосами Которых все знают и любят А в каком репертуару Глисис Да, певица с дипломом Лег в общем-то Ну, я могу сказать про себя, что я вообще никогда не думала, что я буду петь ее песню Почему? Ну, дело в том, что, когда я вообще услышала ее Как она поет и посмотрела фильм «Делохранитель» Я вообще, наверное, чуть с ума не сошла Мне было тогда 12 или 13 лет Я пересмотрела этот фильм И, не знаю, ну, наверное, миллион раз пересматривала То есть в моей семье все думали, что я, наверное, просто чокнула и сошла с ума А Вы просто готовились к ролю очень заранее Да, готовилась к ролю очень заранее Ну, то есть я была сумасшедшей просто фанаткой И, наверное, скажу откровенно, меня сильнее так ничего и не зацепило Ну, просто вот, знаете, вот этот возраст Самый такой вот, когда переходный, 12-13 лет Когда сумасшедшие вот эти вот эмоции, чувства И вот этот момент, как она бежит к Эмину Костнеру Вот это вот вообще все я пересматривала миллион раз И вот настолько вот этот фильм и вообще ее творчество запало мне в душу Что я даже никогда не думала о том, что можно вот, ну, браться в этот материал Правда, серьезно, у меня не было таких, не такого опыта исполнять ее песни И, ну, знаете, бывает что-то вот такое святое Что вот есть, и ты как-то относишься к этому вот именно Какому-то культу, я не знаю, личности И в 2015 году я вообще получила рассылку Приглашение пойти на это мероприятие Которое проходило в ДК Горбеново И в фейсбуке я увидела, кто организатор этого концерта Я очень долго думала Мне очень хотелось попасть тоже туда Хотя я очень сомневалась Я просто написала в фейсбуке Паше Мы не были знакомы Совершенно вот просто, знаете, как на бум То есть ты пишешь, что я очень большая фанатка Я хотела бы попасть А потом уже мы разговорились Мы проговорили по телефону А можно я тебя перебью? Просто очень много артистов в тот момент Как-то хотели принять участие Я понял, что те, кто ее реально любят Они должны обязательно там петь Потому что это отдача такая Да, это живая эмоция В этом все заключается Да, и вот до пяти утра мы с Пашей проговорили по телефону И поняли, что вот это вот фанатство какое-то Большие фанаты у тебя Да, и, конечно, он дал мне возможно Спеть ее песню Трайтон Майон Которую, кстати, в этом концерте Мы будем петь вдвоем И я могу сказать, что когда я слушала Рити на выступлении Я вообще даже представить не могла Что буду песни и дуэтом Потому что я считаю, что лучше нее Песню Витни Хьюстон никто не исполняет Так-так Это сейчас минуточка числа Я не знаю, почему я не участвовала в концерте 2015 года Потому что тебя выдернули петь в Сочи И ты не смогла Ты улетела вместе с Сашей Великовой Все, я вспомню Это был год после Олимпиады Все, все, все Теперь вспомнила Тогда все Вопрос отпадает В общем, я, наверное, самая наглая Потому что песню Витни я пою С самого-самого Вот того самого момента Как вышел на экраны фильм «Телохранители» Как вообще, в принципе, в России появилась Хоть какая-то информация об этой артистке Великой Как на все времена Как мы сейчас уже можем сказать смело Вот И, собственно, моя любовь к музыке Наверное, такая глобальная И понимание, как я себя вижу И в чем я себя вижу Наверное, вот как раз Произошло в момент знакомства с ее творчеством Ну, я, конечно, пила ее песни Лет с 9-ти, с 10-ти В общем, каждый день и до сих пор Да, то есть для меня Я пила «Ай, было бы зловью» Еще, причем, по заказу своих одноклассников Точнее, одноклассниц Перед физкультурой В раздевалке Они меня не отпускали на занятия Мы не выходили Пока я не спою «Ай, было бы зловью» Тогда только мы шли Это правда чистое Не дадутся врать, мои одноклассники Вот И впоследствии, конечно, я все дальше Дальше и дальше знакомилась с ее песнями У меня и был уже потом После уже и сборник Потому что сложно было достать тогда Эту музыку И приходилось просто выхватывать Как-то вылавливать В центральных магазинах Какие-то тогда еще кассеты Поначалу, потом диски У меня была такая видеокассета С ее концертом Который Я вспоминаю Вот это «Грэйт из лопа пол» На корабле В синем платье Я очень много смотрела Помню, что там приближала Удаляла Как она это делает Потому что она делала совершенно уникальные вещи Вокальные И в принципе могу сказать Что для тех, кто хочет учиться вообще вокалу И действительно понимает И чувствует свой аппарат Вот просто можно включать ее песни И смотреть, что она делает Как она вообще владеет Именно музыкальным материалом Что происходит Технически Да, то есть техника Вот она, вот она Это такая живая школа для вокалистов Мне кажется Ну, наше поколение Совершенно точно учились на Уитни Хьюстон И когда, например, на мастер-классах Меня спрашивают Я спрашиваю, что вы слушаете, какую музыку И вот мне перечисляют артистов Совершенно далеких от такой вот техники И действительно, которые хотят исполнять Ну, хотят добиться исполнительского мастерства Очень высокого И я, конечно же, в первую очередь Рекомендую слушать Уитни Хьюстона А есть ли какое-то обозначение Вот именно ее школы Ее манера пения Потому что я прочитала, что это такой Госпу, поп, маджик Такой стиль Я бы, наверное, не загоняла бы в какие-то рамки ее творчества Во-первых, потому что Она была универсальная Она могла в любом жанре Она может в любом жанре спеть Это действительно так И ей подвластны любые, как мы знаем, ноты Диапазон там совершенно большой Другое дело, что, конечно, корни ее идут именно из Госпу Именно это послужило для нее самой школой Такое, что она могла И тут, и там работа На протестантской, которые они в церквях С детства они просто вот это уже Питывают Это очень душеподъемная музыка Я была на концерте Двести человек, когда поют Они все еще двигаются При этом это настолько тебя вдохновляет Там невероятный драмп именно и позитив И вот она взяла этот драйв И в куб музыку его как бы трансфонировала Мне кажется, она чем еще уникальна Мы очень часто с Ваней, кстати, с Катей Николаевым Тоже ее огромнейшим поклонником Беседуем на эту тему И вот мое мнение, что Витни, почему она отличается от других Афроамериканок, которые, в принципе, они же все Голосисты, в большинстве своем Они сумасшедшие имеют данные вокальные Но чем она уникальна? Тем, что она в своем голосе Совместила как Афроамериканскую такую культуру и музыку Так и европейскую И в этом смысле она вот единственная такая На мой взгляд Кто бы ни пытался петь ее песни Я имею в виду вот те же Дженнифер Хадсон Вот это все равно не то Это все равно получается Перетягивается Ну это сейчас прям Ликбер для вокалистов скорее Европейский такой стиль В какой-то момент переняла Она не потеряла корни Да, я уже меняю, что она слишком белая Стала для кого-то Но мне кажется, что она балансировала гениально Конечно Мне кажется, она музыку настолько продвинула вперед За счет того, что скрестила эти жанры И стала исполнять в таком стиле У меня вопрос по поводу мужской части вашего трибюта Там же будет очень много петь мужчин Например, Панайотов Что он будет делать? Какую песню будет он исполнять? Саша Вообще очень сложно организовать концерт Гала-концерт Когда много артистов И так случилось, что Саша не сможет петь в концерте Потому что у него образовалась там Луки Согли Вы знаете Но Хуже от этого Сама программа не становится Потому что в любом случае Я повторю, что все артисты Которые в нем принимают участие Не случайные Они Вот это такой сок Который Если бы у нас Институт продюсирования в стране был развит То Никакая бы там западная звезда В подметки бы не годилась Вот я все время говорю Давай скажем Там помимо Саши Еще большое количество Артистов Мужчин принимает участие Очень Перечисли Да, да Очень-очень талантливых Скажи им кто Одиссей Аджинжал такой есть Очень одаренный Он очень давно поет Тоже очень давно его знаем И Буша Гоман Он вместе с Аллой Кстати Солист в театре Градского И он настоящий пастор Да И по части Кстати госпела Вот он мастер И у нас в концерте Кстати будет целый серф Песен с госпелом И настоящим Госпел-хором Где вы нашли Настоящий госпел-хор А есть в таком Госпел-госпел-хор Прям просто Можно забить В интернете И сразу на них выйти Интересно У меня еще вопрос По поводу хореографии Вот вы сказали Что вы сняли Для ролика Вы нашли Девушку Которая идеально Воплотила Пластиковые Ну да Это была Такая задумка Для первого концерта Что нужно было Просто снять тизер Случайно сидел На какой-то вечеринке Предновогодней В клубе И У меня была в голове Что Где же мне найти Кто это может быть Кого нарядить Кого накрасить Чтобы Была похожа И чисто случайно Да Это она Прошмыгнула Такая фигурка Мимо Думаю О господи Вот это вот Скулы Вот эти Сюда вперед Да Вот такая вот Да очень сильно Правда Фигура Плечи Вот это очень Похоже Я к ней подошел Познакомиться Все рассказал Она говорит Да я согласна Я еще на тот момент Не знал Когда у нее день рождения Что она хореограф По профессии И Просто отправила Ей несколько роликов Она вот это все Посмотрела И Ну это буквально Три дубли Мы сделали Я просто выбрал Что-то готовое В театре Она не будет На концерте Створять Там Вы не помнишь Что-то такой Образ уйти Нет В этом концерте К сожалению Не будет Но Вообще Идея Мне лично Очень нравится Концерты Планируете ли вы Как-то дальше Может быть По стране Поедет Даже Зурбеж Ну Сейчас Очень много Проектов Связанных С Кьюсом Которые есть Планируют И не так давно И не факт Что там качество Такое же хорошее Как у нас Да И все это Парадистки В основном Вот это Вот меня кстати Очень сильно огорчает Честно Я не могу Смотреть на парадисток Я не могу Смотреть на людей Которые изображают Открывают рот И машут руками Под бокал Великой артистки Мне кажется Это просто кощунство Какое-то Они в самом берут Какие-то уже Плюсовые варианты Нет Они прям берут Белинда Дэвидс Которая недавно Хьюстон Джексон Шоу была В Кремле То есть они не поют Шкин Нет Она скопировала Не только то Что она платье Один в один пошила Она скопировала Даже жесты Там шаги Она транслирует На экране Видеоряд Хьюстон И повторяет Один в один Это вживую В том числе Что у нее волосы Заплетаются во рту Она их выплевывает Как Хьюстон Все один в один Снято Но это смешная пародия Какой кошмар Да А здесь артисты Которые вносят Что-то свое Это действительно Атрибют Когда Лучшие голоса Наши поющие Прекрасные вокалисты Поют ее песни Своими силами Не храняешь Очень здорово Еще у меня есть вопрос По поводу Магического платья Которое вы купили На аудиционе Скажите Магическое Но оно появится же У вас на концерте Да Ну конечно В каком виде появится Но оно не магическое Обычное платье Которое Хьюстон Носила Во время тура 93-го На дне рождения Телохранитель Ну У Хьюстон Достаточно тяжелая Была судьба И так случилось Что На определенный момент Жизни Ей было настолько Все равно Что будет Происходить Что она даже Не оплачивала Содержание Склада Где были Все Инструменты Все ее вещи Платили Там все было И штат Арестовал За нее Плату Этот склад И все Пошло За государственным Молотком В 2007 Бангах Конечно Да И после этого Еще Был Мировой Турцев На этом Соня И купил Это платье Где это было Это было Ниджерси И все Такие-то интриги Концерта Кто оденет Платину Сказать Манекен Выкатим Манекен Нет Шутка Его оденет Одна из Девушек Которая Великолепная Певица Которую Многие Знают И видят Очень часто На первом канале Я очень рада Что Вы познакомите Обащую московскую Губинку А потом Надеюсь Российскую Может быть Зарубежную С ее репертуаром Главное Чтобы Ну это очень трудно Разведенную историю Такую сделать Ну вообще Хочется Хочется Чтобы люди знали Не только песню I will always love you Да А понимали Что там Она очень не любила Как правило Да-да-да Богатый-богатый Репертуар Ее А почему Не любили Ее слишком часто Заставляли Ее Конечно Ну это для нее Была определенная Планка Которую Она не хотела Брать А приходилась Ну это Какое-то требование Ну а как Эту главную Песню не спеть Но она не для нее Тем более Я думаю Что ей было Очень больно Любить эту песню Вот А любимая ее Песня Это Та Которую Мы закрываем Концерт Такая финальная Вещь Скрыли Слава Вол И моя Первая песня Кстатья Которую И она Ну Поделена Паралям Между артистами Ну как бы Это гармоничное Такое Для финала Вот Вы заинтриговали Как могли бы Мне теперь просьба В конце Не могли бы Вы просто Пригласить на концерт Девушек Я бы попросила Лично Сказала Почему Да Нужно прийти И услышать Если же Дорогие Слушатели Зрители Товарищи Друзья Вот просто Настоятельно Вам рекомендую Всем прийти на концерт Ребют Уитни Хьюстон Потому что Он соберет На сцене На одной сцене Огромное количество Очень талантливых Индивидуальных Потрясающих Певцов Вокалистов Артистов Добавь Да И Хочется сказать Что Таких концертов На самом деле Проходит очень мало Когда собираются Такие силы Вместе Это Всегда потрясающе Это знаете Такая Энергия Добра Огня И драйва Вот Поэтому И любви И любви Конечно Большой Тем более Это живой концерт Под живой аккомпанемент Да Не пропустите Друзья Это будет Действительно Очень грандиозно Welcome И я еще добавлю Что этот концерт Будет 30 мая В Театре Мюзикла На Пушкинской площади В самом центре Москвы А билеты На сайте Театра Мюзикла Спасибо Вам спасибо Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому